здравия будьте русич все мы в детстве в школе изучали такое произведение давние как слово о полку игорева очень интересное произведение хорошо написанное и когда его первый раз прочел еще в школе не помню в каком классе но когда его прочел то я не придал никакого ну большого внимания ему ну прочел хорошее произведение хороший хорошая поэма скажем так ну больше ничего не зацепила ничем были бурена ну тем только что она была историческая описывала те события которые были когда-то вот но тогда я не знал настоящего его подтекста этой поэмы концерт двенадцатого века и теперь вот еще раз переслушиваю я увидел очень много там таких языческих подтекстов вот перед тем я смотрел видео льва прозорова и он говорил что эта поэма полностью напичкана языческими символами да я решил это проверить как говорится доверяй на проверяем да действительно там есть очень много языческих упоминаний особенно это баян внук велеса там также упоминается див стри бог вот бог ветров хорс то есть нет такая нетипичная для двенадцатого века да когда уже русь была христианской и там всегда упоминается половцы в качестве поганых и вот ну прозоров лев прозоров говорит что это все такие языческие посылы ну как бы как будто двоеверия что-то такое я вот думаю вот сколько я два раза же и переслушал раз на русском теперь на украинском мне кажется что это поэма вражда двух веровань это христианство и язычество где есть в качестве язычества выступают те же полосы то есть язычники и в качестве христиан выступает вот русские князья а вдруг это все написано специально такая борьба христианство против языческих остатков того язычества которое еще было вот посмотрите как этой поэме да она на украинском языке но все же как здесь описали то противостояние язычества и христианство вот какой какими эпитетами вот ветра стри бога внуки веют холодными стрелами смотря на храбрые полки игоря может быть правда то что я только что он говорил как такая аллегория в виде борьбы язычества с христианством и если посмотреть то что на протяжении всего похода игоря и ему противодействовать природа то есть природа ополчилась против него а если ну посмотреть славянские верования это как не обожествовали природу это что перун велес стрибок это можно сказать природные явления иными словами а что если эти природные явления те же языческие боги которые восстали против игоря и которые с ним боролись то есть но это заведомо был провальный поход но они боролись против него такими способами если прочесть отрывок из поэма ночь прошла и кровавые зори возвещает бедствие с утра туча надвигается от моря на четыре княжеских шатра чтоб четыре солнца не сверкали освещая игореву рать быть сегодня грома накаялили лить дождю и стрелами хлистать устрепещут синие зорницы вспыхивает молнии кругом вот где копьям русским преломиться вот где саблем острым притупиться загремев овраб об вражеский шалом русская земля ты уже за холмом ну вот видите молнии это может быть перун лить дождь и стрелами хлистать ну это может быть стрибок еще одно приведу вам пример вот стри божий вот стри божий вылетели внуки зашумели ветры в реке изметнули вражеские луки тучи стрел на русские полки стоном станет мать земля сырая мутно реки быстрые текут пыль несется поле покрывая стяги плещет полоцы идут с дона с моря с криками и свой валит враг но полон ротных сил русский стан сомкнулся перед боем щит к щиту и степь загородил обратите внимание вот стри божий вылетели внуки зашумели ветры у реки и взметнули вражеские луки тучи стрел на русские полки то есть стрибок воюет против русских полков вот еще один интересный отрывок из поэмы и на волнах витязали лея рёк донец велик ты игорь князь русским землям ты принес веселья из неволи к дому возвратясь о река ответил князь немало и тебе величие час ночной ты на волнах игоря качала берег свой серебряный устлала для него зеленую травой и когда дремал он над листвою где царилом сумрачная мгла страж ему был гоголь над водою чайка князя в небе стерегла то есть игорь возвращаясь домой сбежат домой с плена он разговаривает с рекой донцом он благодарит донца за помощь которую он сказал во время его неволе тем самым я думаю что он ну как бы возвратился к истокам то есть обратился обратно в язычество возможно это все возможно только догадки и полоцы ну если они были теми каких описывает история тюркскими племенами а может быть они не были тюркскими племенами потому что сну полоцами их называли русичи славяне потому что жили они в поле а вдруг это те же короче казаки предки казаков которые были язычниками это поход игорев это поход искоренение язычества остатков и на дону вот еще очень интересно что думаете по этому поводу русичи советую прочесть эту книгу или прослушать в аудио формате но рекомендую настоятельно рекомендую ознакомиться и скажите пожалуйста что дум в комментариях что думаете по этому поводу слава предка